Мы снова в лесу. Что ж, местные не врали, когда говорили про грибы. В общем, можно считать разведку успешной. Вот эти вот уже хорошенькие. Второй наш любимый гриб теперь. После трутовика серно-желтого. Всем привет! Мы снова в лесу. Поэтому я пораньше с работы выдвинулся домой, прибыл. И поймал Аню на выходе в лес. Ну и мы решили пойти вместе. По пути вдоль дороги смотрим, земляничка растет. Она вообще на самом деле много есть и она повсюду. Но вот искать ее и собирать это тоже то еще испытание. В общем, мы двигаемся там, наше село и наша помойка. Двигаемся по дороге, вдоль которой снимали начало обзора еще весной. Когда не было всей этой зелени. Двигаемся просто посмотреть, как что здесь изменилось. Ну и может быть тоже вот найдем что-нибудь полезное. Но это не основная цель, потому что мы идем довольно поздно. Уже к вечеру дело. Поэтому не надеемся что-либо из грибов найти и прочее. Но если найдем, то хорошо. Дорога, конечно, похуже стала, чем весной. Весной я тут на машине проезжал. Сейчас я бы сюда и не сунулся. И кто-то без конца на квадроцикле катается. И там, в нашей части леса. И здесь вот уезжал кто-то на нем. Наверняка тоже грибы люди ищут и прочее. Землянику собирают. Вот тоже земляничка прям в траве. Орешника, орехи формируются. Эта тварька моя. Как интересно. И судя по всему, они поражены. Вот точка вход и вот точка вход. Скорее всего, какой-нибудь долгоносик. Или еще кто-нибудь. А потом вылезет оттуда червячок. Судя по всему, орехи собирают здесь дохлый номер. Я когда жерди для забора собирал, с этих орешников на меня много всяких долгоносиков мелких сыпалось. Скорее всего, на орешнике этом они и размножаются. Где еще? Вот что, конечно, не может не радовать, это вот безумное количество клевера. Везде на всех полях, везде вдоль дорог. Не надо сажать. Вот мы вышли из леса. Вот она дорога, по которой мы шли. И здесь, по идее, заброшенные поля. Которые уже заросли березами, как видите, вот такими вот. Дальше метров через 100-200 березы заканчивается и начинается то самое поле, где березы просто не мельчают, мельчают, мельчают и исчезают. Там, туда дальше. То есть лес туда продвигается. Кто не в курсе, клевер – это кормовая база для травяных животных. Отлично. Судя по всему, это будущие лисички. Потому что вот здесь он желтенько трочит, что-то срывали. Вот несколько ножек сорвал кто-то. Вот. Значит, грибы есть. Сейчас мы их найдем. Я надеюсь, это они. Нужно будет сначала проверить, прежде чем это готовить. Кто-то, кто ходил здесь до нас, кое-что прощелкал. Их тут много. Мы уже в пакет накидали. Вот Аня сейчас там придерживаю вторую уже собирает. Я вон там вдали уже вижу еще раз тут. Ой, чуть не упал. Вот, вон. Это, да, это береза. Там еще. И вон там. Прям их тут полянка. Что ж, местные не врали, когда говорили про грибы. Вот растут лисички. Вот, 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 вот. И вон. И наверняка дальше много. И здесь мы уже прошли метров 20. Вот по такому же прям следу. И мы вот эти маленькие оставляем на завтра. И я часов в 5 утра сюда приду и соберу, когда они уже подрастут побольше. И вот, что мы тут еще. Уедали. Почти съели слизни. Вот он, слизняк. Капец, конечно. Красивенький гриб. А вот количество слизней здесь поражает. Съедают очень быстро грибы. Все подряд жрут. Охренеть. У нас на Дальнем Востоке, конечно, столько этих слизней нет. Вот гуси любят слизни. Да? Да. Не знал. И это все у нас примерно в одном километре от дома. А то и меньше. Представляете? Вообще момент идеальный для сбора грибов. Не сейчас, а завтрашнее утро. Потому что у нас прошли дождички. И достаточно тепло и солнечно сейчас в эти дни. Сегодня и завтра обещается тоже тепло. Поэтому с утречка стоит пройтись. Вот я опять наткнулся на вот эти лисички. Которые я оставлю себе на утро. Надеюсь, никто не проснется раньше меня. Прямо они повсюду тут. Мы уже метров 60 прошли. И они торчат повсюду. Торчат сыроежки повсюду. Вот они, лисички. Ну и пока еще были неизвестные нам, конечно же, грибы. Или поганки, не знаем что. Вот эти вот уже хорошенькие. Такие яркие, красивые. В общем, можно считать разведку успешной. Но мы продолжаем. Может быть, еще найдем места хорошие. Маленькие. Да, ну повсюду они. Такие вот красивенькие. Вот это прям покажу. У него сложное название там какое-то. Он очень хрупкий. Вот эта штука. Аня говорит, смотрела, читала. Съедобный гриб считается. Еще и к тому же краснокнижный, древесный. Мягенький такой. Такие штучные вещи, тем более краснокнижные, мы не трогаем. Оставляем в лесу. КОНЕЦ Время примерно 5.30 утра. За спиной, видите, у меня еще, возможно, в отдалении наша башня, я углубляюсь в лес. Сейчас посмотрим, что мне удастся найти. Вчерашняя разведка дала нам около килограмма, наверное, грибов этих лисичек. Мы их вчера приготовили с луком, со сметанкой, к картошечке. Оценили, штука прям офигительная. Второй наш любимый гриб теперь, после трутовика серно-желтого. Потому что они остаются плотненькими такими, тверденькими, хрустящими даже после термической обработки. Просто идеально. И я уже пришел на то самое место, где мы их вчера видели в больших количествах. Ну, вот минут 10 прошелся. Столько вот взял. Чуть-чуть пока. Не особо их больше стало, их стало больше. Растут они не так быстро, как мы думали. Чуть-чуть совсем больше стали. Ну, ничего, я беру и маленькие, прям совсем мелочь не беру. Маленькие тоже собираю. Потому что они вкусненькие и скоро придут их без меня, соберут по-любому. А вот тут они еще растут. Вон маленькие скоро будет, подрастет. А тут вот лежат кокульки-косульки. Пока хожу, собираю, слышно, что там в белезах кричит косуля. Скорее всего, косуля какой-то зверь. Меня интернет не ловит, чтобы послушать, как в самом деле она кричит. Но я полагаю, это она. Потому что, ну, здесь больше вроде некому так кричать. Зов такой характерный. Как будто собака ревет. Вот такой крик только что из леса исходил. Да? Это рев косули. Гребаный медведь, блин. Стою, слушаю, как кричит косуля. И что я вижу? Грибы тут же растут. Ходить далеко не надо. Забавно. Сейчас соляррем. Она какая-то кривенькая. И вон еще одна лезет. Вон там еще кучка. Интересно. Это лисички закончились метров пятьдесят назад. Я так и не увидел вот этих вот беленьких. Вот забрел в такой лес. То есть, вот он, зелень заканчивается. Вот он такой. Дальше тоже зелень. Вот это место такое, пятак темное. Шел чуть мимо, не прошел. На темной земле такой вот гриб. Этот гриб, по-моему, гриб-синяк. Да, это он. Как его нормальное название, я не в курсе. Не помню. Вчера читал, но сразу все не запомнишь. Главное, я запомнил, как он выглядит. И то, что он съедобный. Вот такой вот крепенький, уже поеденный слизнями. Ну ничего, обрежем. Так, ведро пока здесь постоит. Вдали вижу, еще что-то торчит. Менее похожие на культурные грибы. Но все же мухомола. А вот это культурные все-таки, просто они старые. Подберезовики, судя по всему. Вообще почти съеденный. Сейчас побродим здесь что-нибудь на иголом. Это все-таки больше похоже на белое. Тоже поеденное, конечно же. Это вот то, что я показал здесь. Вот раз поеденный, но в такой нормальной кондиции. И еще пообрезать. И использовать части можно. Вот, все-таки нашел показать, как и обещал. Эти вот бледные лисички. Беленькие. Опа. Снизу они желтоватые. Сверху такие бледные. Не как обычно. Вот их тут. Групка опять растет. Все, дальше я буду минимум снимать. Только самое интересное. Ну и покажу вам в конце, что я в итоге собрал. Потому что батарея камеры у меня, к сожалению, садится. Наслаждайтесь. Шагаю я тут, значит, по лесу. У меня прямо из-под ноги птичка вылетает. Я, оказывается, случайно снес ногой ее гнездо. Такой вот какой-то кокон. А, вот здесь был вход. В общем, я его постараюсь прикрыть. Вход. Вот он здесь остается у нее. Если что, надеюсь, она вернется и все починит. Яйца все в порядке. Интересно вообще. Прямо гуще леса. Прямо такой дремучий лес. Прямо на земле. Гнездо свита. Вот такой шарик, комок лежащих листьев. Листьями прикрыто, а там травка. А между тем, у меня уже половина ведра. Ведро такое тяжеленькое. Шляюсь. Ну, грибов на самом деле не так часто, не так много. Ну, вот идешь, идешь, идешь. И натыкаешься на пятаки. Штук по пять, по шесть. В куче растут. Каких-нибудь подосиновиков. Или лисичек. И дальше шагаешь, шагаешь, шагаешь. Нету ничего. Потом натыкаешься на грибное место. Все. Направляюсь домой. Вот уже вышел на лесную дорогу. Результатом четырех часов брожения по лесу почти полное ведро является. Мог бы, конечно, это количество собрать гораздо быстрее, если бы я знал местность. Большую часть времени я просто бродил, бродил, изучал места, где есть грибы, где нету грибов. Просто заходил в те места, куда мы еще не заходили. Ну, так. Ничего. Подустал немножко. Сейчас еще вот это вот дело чистить полдня и перемывать. Потом варить, морозить и тому подобное. В основном это лисички, как вы видите. Ну, и есть понемножку подосиновики, белые, эти так называемые синяки и грузди. Три штуки нашел. Фух, все. Наше маленькое приключение лесное заканчивается. На этот раз более удачное. Всем пока. Подписывайтесь на канал, если хотите. Бай-бай.